Безусловно, для обычного россиянина это в ближайшее время не отразится на его деятельности жизни, но это отразится на деятельности компаний транспортных, которые на сегодняшний день осуществляют перевозки грузов и из Европы. Соответственно, вообще вот эта политика дворового спора или дворовых разборок, если ты меня ударил, я ударю тебе в ответ, то есть это не совсем такой масштаб государственный, это выливается и отражается непосредственно на проблемах, которые потом вытекают в общем в экономике и Украины, и России. И вот эти вот санкционные ответы друг к другу, это, скажем так, по дворовому, государства должны действовать в немного другом русле и в более таком правовом и международном статусе. Естественно, это ударит определенным образом по экономике в дальносрочные перспективы, скажем так, не в ближайшие, да. Естественно, это повлечет проблемы и как для перевозчиков в России, и как для перевозчиков в Европе, и как для перевозчиков и страны нейтральной Украины, которая получала также серьезные таможенные сборы с проезжающих транзитных автомобилей. И, естественно, это тоже определенным образом отразится на статьях бюджета. На сегодняшний день эта ситуация с запретами, первое там с Польшей не договорились, второе с Украиной не договорились, и это вынуждает, скажем так, перевозчиков российских искать там новые пути движения, чуть ли не через Финляндию, через Прибалтику, да, это, соответственно, увеличит затратность и сведет на нет возможность импорта товаров столпутным путем, да. Теперь вот транспортная, если в ближайшее время этот вопрос не решится, транспортная логистика, вот транспортный экспорт, он весьма пострадает. То есть здесь пострадают не только транспортные компании, но и большое количество экспортеров, которые посредством этих транспортных компаний, производят и перевозят свои грузы в Европу, и в том числе там страны СНГ, даже через Украину, там и в Молдову то же самое, да, и страны Южной и Центральной Европы. Справедливости ранее сказать, первым, кто пошел на такие шаги, была как раз Россия. То есть сначала Россия запретила въезжать на территорию Российской Федерации грузоперевозчикам, транспортным компаниям с обозначением ОАА, Украина, да, международным. И это повлекло за собой ответные действия Украины. То же самое, что было там до этого с перевозчиками авиа, когда сначала Украина запретила, потом Россия. И, естественно, это противоборство, оно является отрицательным для экономики и Украины, и России, в том числе Евросоюза. Безусловно, необходимо решать эти вопросы за столом переговоров и определять выгодные форматы для обеих сторон. Но на сегодняшний день и Украина заинтересована в том, чтобы были медийные поводы в плане борьбы с российскими оккупантами, как это говорится, на Украине. И на сегодняшний день, когда война на Донбассе сведена на нет, и Минские соглашения в определенной сфере выполнены по прекращению огня, то необходимы новые информационные поводы. Сначала был информационный повод по авиаперевозчикам, сейчас информационный повод по транспортной логистике. И те радикалы, которые на сегодняшний день на Украине активно действуют и которые реализовывали Майдан, они находятся без работы, скажем так, и бездействованы. И им необходимо предложить какую-то альтернативу. Это альтернатива уничтожения столбов электропередачи, которые ввели в Крым электроэнергию месяцем ранее. Это альтернатива преграда. То есть возьмем историю этих событий. Сначала представители радикальных групп на Украине, они преградили просто дороги бетонными плитами и проверяли транзитно, в частности это в Львовской области было, транзитно идущие автомобили с российскими номерами в Европу в частности. Да, это привело к ответной реакции уже Москвы. Так, Москва на государственном уровне это запретила, если там. И вот это вот уже таким комом накопилось и вылилось в такие серьезные последствия, которые привели к государственным уже решениям. И, безусловно, необходимо эти вопросы решать за столом переговоров. Но как это будет выглядеть, когда не Киев, соответственно, не заинтересован в том, чтобы с Москвой эти вопросы решать мирным путем? Потому что имиджево Киев считает, ну, временное правительство в Киеве считает Россию оккупантом и, соответственно, с оккупантами никаких переговоров, тем более за столом мирных не может быть речи.